он магнолия уже какие цветы красивы посмотреть покажу магнолия он какая магнолия пахнет она тоже ух запах какой приятный а вот она магнолия уже цветет вот идем по улице свердлова просили меня показать улицу вот он вот улица свердлова выход идет час прямо будет улица ленина перпендикулярно вот они высотки девятиэтажки в основном здесь вот время сейчас есть немного пройдем я хотел выйти дельфинов снять другой камерой с приближением потому что это не не видно потому что дельфинов много прыгает интересно приближения нету на этой камере взял другую камеру если дойдем сейчас я сниму вот свердлова 44 но это уже построили от этого не было новое здание пристройку построили пристройку девятиэтажки магазин а вот старая высотка девятиэтажка тут мой друг жил в этом подъезде на восьмом этаже жил даже не помню номер дома 44 свердлова 44 это свердлова 44 высотка нет на предпоследнем вот она улицу свердлова ну потом пройдем к морю потому что не знаем когда мы еще будем здесь ну магнолия цветет юка уже цветет вовсю я уже сейчас ехали вовсю полно же так что туда да пройдем сейчас вот так вот она улица свердлова вот ленина главная улица нет ульянова другая улица у нас есть у нас ульянова тоже есть где я работаю это ульянова а это ленина вот переход это улица ленина мы пройдем вот сюда это старая вечерняя школа это старая вечерняя школа вот сейчас здесь уже что я уже не знаю какая-то здесь другое что-то сделали что уже сделали уже нет короче вечерней школы раньше секса велоспорта была здесь рядом тоже уже ничего нет нет нам сюда вот мы проходим сюда вот она улица свердлова продолжается вот 42 свердлова 42 вот она это меня просил человек вот я показываю это меня просил человек вот я показываю вот свердлова 42 вот уже свердлова 40 а но я могу обойти это на этом месте видно был дом сейчас здесь уже магазин сделали сейчас вот этот магазин сейчас вот этот магазин столовая не магазин Грация называется столовая вот она ну да на этом месте все вот так вот она свердлова 42 на углу вот и солнце вышло у нас так делается выкупается такие места или сами строят или выкупают и строят такие магазины или дома вот стоматологию сделали у меня друг жил также вот на следующую улицу на углу как раз жил тоже им дали квартиры заплатили хорошо им а сами там люди построили один чуть чуть дальше жил в бараке участок небольшой они там всю жизнь прожили с мамой жил таким огромный дом дали чуть чуть дальше от моря большой огромный дом а сами взяли этот кусок земли сейчас высотку там построили вот так вот вот она свердлова вот идем по свердлова вот она свердлова 4032 я уточню еще некоторые называют свердлова потом улица навагинская на сочи называют навагинская долю я сколько здесь живу я просто говорю как у нас как у нас произносят и называют может правильно будет свердлова может правильным будет у нас всегда говорили сверло всегда не сверло сверло микрорайон блинова он сюда был для нас блинова сейчас говорят блинова блинова в честь блинова блинов такой был не помню кто он там был деятель какой-то вот честь его назвали блинов по идее как бы блинов у были блинова мы все время говорим блинова как только микрорайон появился я аж когда слышишь блинов аж передергивая вот дальше идем студия красоты вот такой этот как олеандр розовый розовый олеандр красивый а это замок да нет не замок корсар замок дальше бы отель корсар она же красивый пират кашку буквально но тихонько так убьешься и все на пошли ко мне это не при этом пределана аккуратно под подскользнешься пошли пойдем пойдем тут рядом школа моя тут рядом совсем вот на соседней улице тут школа я учился и поэтому весь этот район тут одноклассников много живет дети которые рядом жили будет учились именно в школе недалеко через дорогу еще одна школа из 25 я в 49 здесь рядом на соседней улице ну да поэтому здесь вот это место все на той улице на той улице знакомой одноклассники мы ходили все здесь друг другу в гости ходили о шашлык какой но здесь и клырьков это вот на кафе шашлычки такие сделали потому что отдыхающих очень много этот район конечно да отдыхающих здесь очень много поэтому так все очень много шашлычных прекрасно шашлыки прям на каждом углу только вот прошли одни следующих дальше следующий прям полно да здесь место прям золотое место для отдыхающих сдают сдают люди кто живет обязательно здесь конечно этим занимаются здесь сдача и жилья это очень выгодно из моря вот рядом вот такая улица свердлого свердлого 10 подходим ближе к морю ой девчонка заорала что-то не станет все да не ты так не надо махать пакетом неси норма приглашают на экскурсию у нас красную поляну абхазию я вам скажу так просто не поеду без чего на той стороне тоже вон вина шашлыки там шашлык машлик ну везде вот буквально вот у каждого по открывали вот все потому что это как говорится главный выход вот мы выходим сейчас буквально можно сказать это такое старый рыбзавод мы упираемся в него выход идет я помню когда он еще работал но это было очень давно не помню когда он еще работал лет тридцать пять наверное назад новый рыбзавод на вокзале был как новый лет 15 ему снесли его когда олимпиаду делали меша помешал он убрали там четырехэтажное здание было это старый рыбзавод вот а руины от него остались и никто его не трогает не сносят я не знаю это улица просвещения будь здорово вот улица просвещения вот улица сверла выход к морю улица просвещения очень длинная очень длинная улица она вот здесь вот идет потом там чуть-чуть заканчивается и потом от вокзала начинается заново и очень длинный за вокзал она идет она очень длинная вон здание рыбзавода старого там уже плющ все заросло деревья уже повырастали он там он наверху же все по заросшие он уже давным-давно стоит но говорят чудо тут непонятно не могут найти самого этого хозяина как-то тут не уз не снести его ничего как-то не получается сколько лет вот такая территория большая можно сказать где-то в центре читай адлера вот она она вот так вот стоит ничего не стоит ничего не убирают вот он рыбзавод мы сейчас его обойдем вокруг старый рыбзавод я еще помню рыбу коптили с той стороны оттуда с той стороны мы когда на море ходили проходишь там коптильный цех коптили рыбу там еще он поработал потом новый рыбзавод я на руду на новом за рыбзаводе поработал успел а потом его убрали посносили много-много посносили по убирали это конечно раз и рассказывать сейчас вот был ходил в поликлинику надо по здоровью тут немножко ну вот маме мы не пойдем что я сбила меня чудо я хотел рассказать нет я не брал вот южная с моря впереди у меня сбила что-то я хотел рассказать а ну вот сейчас зашли поликлинику сидели там один там местный житель рассказывал как у нас было надо как я помню как это было все и коровы и свиньи ходили по улицам много очень много домашнего было держали своего час и сады были у любой не буду я про это опять не нравится все-таки это все людям начинаешь все все прекрасно вот вот вышли мы пляж чайка вот он длиннющий но это маяк считай пляж потому что здесь маяк но называется об как общий пляж чайка пойдем прекрасная погода прекрасная погода жара паритаж очень-очень тепло очень тепло ну вот море совсем другое сегодня конечно давай выйдя просто морем совсем другое море уже почище мы когда были вчера позавчера на море позавчера да было грязное но это шло от этого от речки на нормальном расстоянии находимся вода как просьбе вода какая чистое чисто я хочу воду чуть-чуть поближе вот здесь она вода конечно будет теплее да нормально вода пошли а вон пляж южного моря начинается и вот написали дельфины здесь дельфинов и все увидеть это большая редкость вот здесь впереди вот кто-то южном море отдыхает и говорит дельфинов не видит просто вот взять выйти отсюда вот южное море выход вот по набережной пожалуйста тут эти 15 минут до речки до устья прошли до речки и он там в устье практически всегда за редким исключением бывает что не нет но это очень редко в основном каждый день дельфины прыгают все время так что так тут недалеко южно из моря мы не пойдем наверное уже там были ребенок я не знаю что хочет попробовала воду теплая здесь вода теплее там где мы купались на выходит в речка горная конечно мзинтой была грязная поэтому там вода всегда там даже летом мзинтой 15 градусов летом горно-ледниковая река конечно там палачу то не было снега а здесь на этом расстоянии уже конечно здесь вода намного теплее хочу ты хочешь мама ну вот так что вот так вот но нормально нормально народу за счет свободно так что июнь месяц прекрасный месяц прекрасный я же говорю просто все это я написал это когда мы снимали я сказал вот река выходит здесь вода холодная это не значит что везде такая вода холодная холодная именно потому что речка в рядом поэтому она холодная и грязная а пройти чуть чуть дальше в сторону сочи или наоборот в сторону абхазии уже там чище воду вот ребенок звонит маме я вообще сам искупался в такая красота вода какая чистенькая приятно но на днях я думаю на днях мы будем купаться вот такая погода будет солнце тепло по загорать искупаться без проблем и конечно прошлый раз да там вода была грязная холодная здесь вот южное море южное море и вперед прямо прямо вдоль берега идешь и выходишь дамзим ты доходишь на и смотришь дельфинов под мой сегодня это попробуем сделать сейчас учета задержка у нас что там идет она нет вот тут при входе написано что так вино нельзя велосипеды коньки самокаты собаки здесь проходить можно бабочку но это вот бабочек это я бабочку поймала показывали этих бабочек их много к этих бабочек как она называется вот олеандр такого цвета вот олеандр у такого цвета но разные цвета бабочка полетел ну вот мы от южного моря зашли вон южное море за нами и вот подошли обратно к этому рыбзавод вот оно все это здание этого рыбзавода вот старый рыбзавод вот здесь причал был железный назывался он я спущусь даже мы с классным ходили купались отмеряли на уроке физкультуре уже об этом говорил в каком-то видео вот здесь было железка назывался причал вот он рыбзавод он сгнил уже здесь это железка сгнила мы не с нее прыгали нас гонял учитель запрещал нырять спасательная лодочка вот тут плавали водичка века вода прям сюда вот помочи может купальник не взяли не думали быстро выехали ненадолго ну как всегда вот здесь было железка сварено так все это было да море это прекрасно конечно как хочется нырнуть она чистая вода но у нас тема другая про море еще будет сейчас нырнешь смотри намочишь ну сейчас вот оно здание здоровое завалено уже когда мы живут деревья уже повырастали и пляжи вот они эти пляжи вот этот пляж идет чайка он маяк дальше опять пошел чайка до самой музыки южная с моря за южным с морем идет пляж огонек он более песчаный пляж там песка он шире намного шире чем маяк пляж там песка много на медуза какая медуза здесь тоже ко мне таких нету пляж такой нормальный ну это место хорошее улитников нету есть ты уже намочила что-нибудь пошли давай завтра приедем хорошо все давай пошли давай завтра приедем я выходной завтра сегодня поныряем пойдем я пройду еще сейчас чуть-чуть пройдемся я сам хочу искупаться до запах моря вот здесь приятный морской запах чувствуешь запах моря морской запах ты пошла не доступаться ладно пошли ты говоришь успеем а он какая вазочка красиво вот мы отошли старого рыбзавода я уже столько ним говорю ну человек попросил меня показать просто я я конечно не буду так вот постоянно делать потому что это тоже вы знаете это вот возможность появилась я вышла потому что это в центре города рядом как бы а так если заказа такие дела там улица просвещения тоже там один попросил но к это извини просвещение очень длинные по всему морю что ли по всему берегу должен идти за вода маяк пляж еще маяк этот пляж называется моя хотя он как бы официально называется пляж чайка официально как бы чайка но народ его называют маяк потому что тут вот он маяк вот мы сейчас пройдем время есть у нас сейчас мы жалеет ребенок да что купальник не взяла такое море просто чудо я тоже жалеешь я плавки не взял и полотенца море просто прелесть просто это вот по мере приближения к речке я смотрю вода грязнее грязнее видишь он уже мутнее вода становится это все от речки территория огромная да здесь уже грязнее а там возле речки вообще грязь видно поэтому прошлый раз так и было блин отель как его фламинго ну да фламинго точно это вот бассейн здесь купаются подогретая вода тут рыбки вода не там агава какая огромная вот все мы ждали когда это агава пустит цветок вон она пошла соцветия сейчас она зацветет и погибнет ты видишь она цветет раз в жизни и погибает и вот она пустила все таки пошло соцветия вот не пропустить посмотреть какие цветы будут это к я такого размера еще не видел просто показать вот по рукам и обрезали уже ты какая здоровая голова это еда и водили такой нет вообще вот надо посмотреть цветы какие будут они но она погибнет да вот она же цветет это все и она погибнет ну вот очень тепло я же говорю сегодня прям жара я не знаю сегодня градусов на 36 на солнце будет 30 всем не будем на 35 36 не на солнце больше конечно кораблик поставили вот парус ну пошли он стоит долфин тортор долфин дельфин вот интересные мусорки какие обалдеть они чем интересный потом подходят с одним пакетом к за показывали и высыпают из этих мусорок в один пакет приучают население надо к не надо приучать да если нет во не делать то конечно люди не привыкнут к этому но здесь вода еще более-менее такая мутная уже потихоньку сходит я же говорю несколько дней вода будет в речке очиститься это обильное таяние снега конечно очень много снега куда в горах той же очень жарко и поэтому мутная река потом она чистая чистая становится вот рыбка исполнение желания загадай желание погладь загадать желание дайв центр дайвинг вот так вот пляж сделан оборудован красиво конечно лежаки цветочки висят живые в горшочках тогда сделали как для людей от солнца защита вот она сделана очень красиво да здесь тоже очень очень приятно красиво тоже идешь к чудо герань красота разные цветы это пляж чайка это уже центральный выход вот он на пляж это фрегат кафе бар пойдем дельфинчик я посмотрим из этого весит он дельфинчик обоим посмотрим окей красиво да мы сюда не раз заходили там банкетный зал наверху вот фонтанчик мы пройдем посмотрим просто не лайк я вижу же кафе люди уже сидят кушают мы здесь как хозяева ходим я просто сниму он такой дельфин делал красиво ухожено очень красиво официантки мокро официантки улыбаются девчонки молодые я думал ругать отзвольте мы тут ничего не покупаем зашли просто наглую ну пойдем пойдем но если взяла бы купальник не подумали но там бесподобная все лазы цветы какие он красивый хочу это что-то на сенам вот он мог сейчас делали оторвали он девчонка тела оторвал настоящий мог лишь какой до самого верху мог короче говоря сезон сезон разгаре все вот все можно сказать все началось море немного прохладно еще конечно но нормально такую погоду солнечную искупаться без проблем вот деревья конечно вот платаны были огромные кроны защищали от солнца их почему-то спилили не знаю так очень сильно обрезали потень какая-то было а это что за мешки такие это прыгать надо для чуток прыгать специально чудо мешки реки с время прикольные пошли вот растянется у нас опять видео вот это будет у нас от южного от южного с моря пляже от южного с моря до реки мзынта вот мы идем от южного с моря в сторону сочи там огонек идет пляж там еще охотник идет дальше потом еще пляж где-то старая наша квартира где мы же потом санаторий адлер идет военный санаторий пля я уже там давно не был потом пошел вокзал в ту сторону мы еще не ходили собачками и вот здесь продолжение пляжа идет оборудована такие вот полежать можно закрыться от солнца пожалуйста но шторки закрываются и отдыхаешь все можно все нормально ты чё пропала то куда возле фира я поедем в курортный городок этим но сейчас сейчас потерпеть чуть-чуть сейчас уже я быстро дельфинов сейчас если будут уже время конечно надо было с утра пораньше чуть-чуть ну прям вернем сейчас сейчас пойдем на рынок сходим вот она такая набережная еще набережная от реки еще набережная конечно новая набережная сделана которая идет от реки мзынта и в сторону олимпийского парка через олимпийского парка через олимпийский парк туда еще сходим конечно печет хорошо сегодня вот такие пляжи но здесь немножко уже к речке подходишь ближе к речке уже народу поменьше здесь кафе как бы сосредоточено место такое кафе а потом туда ближе еще прям к речке там уже вообще народу мало здесь вечером хорошо от летом мы здесь купаемся бывает приедешь люди ходят по набережной здесь много народу здесь утром битком сейчас она пряжи много народу а то на море мало людей совсем на море тихо тихо море такой спокойно искупаешься вот здесь мы только вечером купаемся а так днем ездим конечно другие места центра не купаемся вкусный вопрос давай возьмем большой сколько спасибо пол литра 50 рублей нормально на давай дали у тебя перелив жарко очень жарко да поэтому пить и пить тянет вот это растение магония теперь я уже запомнил как она называется возьми руку это грость дровься вытачь достанешь залезла покажи семена к океану дровься кушать можно 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 вот она писленькая такая ну вот подходим мы уже сейчас это у нас что это у нас мандарин мандарин тут все кафешек полно столовые рестораны тут внутри там вообще развлекательные всякие там мероприятия устраивают клуб там это есть там театр кинотеатр там не знаю что но все обновляется каждый раз он чайхана кафе пельменные многое здесь сделано это буквально вот прям сам на самом самом устье речки вот виноград бич пляж виноград вино град а ну вот кафе виноград и вот я еще вон тут розы какие тут роз много но мы сейчас пройдем если я дельфина повижу возьму тогда закончим и на этой камеру снимать я возьму другую камеру немножко с приближением ну я чувствую сегодня уже все время уже после обеденное в основном где-то до обеда они часов так 9 10 12 еще бывает а потом уже отходят они не здесь кормятся дельфины питаются ставридой а я помню как вы тут увидели мертвого дельфина да мертвый дельфин здесь был это после шторма выбросил это когда вот это какой должен быть шторм чтобы дельфина ну он ранен наверно был или больной или время приходит лезть все умирают и дельфины не вечные тоже все ничто не вечное могут но они к берегу они я слышал что дельфины к берегу подплывают умирают возле берега вот можно было взять спиннинг конечно покидать потому что я смотрю на той стороне рыбаки в устье стоят а речка идет на эту сторону течение сейчас поменялось идет в сторону сочи вон туда течение и рыба вообще вот здесь вот я как-то ловил у меня здесь нормально я вон один со спиннингом стоял дельфин прыгает сейчас подойдем я приближу вот так что в следующем ролике после этого я отдельно сделаю там минуты 2-3 самих дельфинов ну ветерок камера будет шуметь потому что камера другая динамики не закрою на ней не получится поэтому уже заранее говорю немножко будет шумом ветра но приближу дельфинов вот этот пляж уже народу меньше уже свободней ну река еще грязная да ну еще несколько дней она будет чистая вот здесь вот можно покидать посмотрим может завтра подойдем но здесь купаться купаться надо дальше да вон там дальше где мы были там вода теплее намного сейчас здесь попробовать воду рукой будет намного холоднее здесь выходит река вот поэтому здесь холодно вот тут закидывать спиннинг попробовать интересно тоже покидать даже неплохо должно быть вот рыбак кидает ничего ничего нет вот оно уся мы тут летом купаемся прямо сюда заходим и туда вам вон дальше туда проходим здесь купаемся там мелко мелко там по поезд даже меньше там местами вообще меньше чем по поезд очень мелко здесь выходит как раз речка так ну чё одного дельфина я видел а сейчас что тоже не вижу куда он пропал куда он пропал ну чё сейчас познавательный вот речка летом 15 градусов это когда тепло уже летом это июль конец июля и маленькая мелкая река конечно она прогревается намного быстрее мы когда в горы ходили там купались в горных реках теплые совсем речки они не глубокие пакет где ты взяла пакет а? пакет бросили ну так что ладно насчет этого все пока улицу показал пляжи показал так и будет это часть пляжей по возможности дальше будем дальше снимать дальше покажу хочу в олимпийский парк покажу набережную вон морпорт идет это уже все новая постройка и новая набережная сейчас очень модно стало называть эмеретинский курорт эмеретинский курорт все такие я не знаю прям ну раньше не знали что это такое эмеретинка вообще правильное название нижняя эмеретинская бухта называется там местные знали и то не каждый местный который жил в центре города как-то не сильно даже об этом слышал знал что такое бухта эмеретинка ну а сейчас конечно в связи с этой олимпиадой стало всем это все известно все построили там целую набережную дорожки там все вот туда мы сходим как-нибудь я покажу интересно тоже будет ну дельфина нету все подходили нырял один дельфин хотел я его снять и ради этого можно сказать и шли сюда на море вот они как они до обеда вот в основном до обеда они подходят вот рыбаки сейчас стоят здесь сейчас ничего не будет мы когда рыбу ловили вот дельфины ныряют только дельфины подходить начинают поближе к берегу рыба сразу начинает клевать она цепляется сразу клев такой только дельфины отошли все тишина сидишь минут 10-15 смотришь опять дельфины смотришь подошли немножко сюда поближе сразу начинается опять клев рыбу подгоняют к берегу таврида со временем отойдет вода будет киплять таврида уходит на глубину летом она будет на глубине в августе в сентябре на камнях на волнорезах на бухте там сейчас насыпали камней много там что можно поймать зубарик есть зубарь такая вот рыба полосатая типа карася карась горбыль барабуля зеленуха вот такие виды рыб собачки конечно ерчики там это само собой на червя можно ловить но это барабуля в основном можно ловить на куриную печень ловят на это сердце на шкуру куриную ловят она долго не спадает так что рыбалка есть можно половить и летом ловят но это надо по времени потому что вот бывает так что сегодня идет барабуля приходит пять килограмм поймал знакомого было такое рассказывать пять килограмм поймал мы на следующий день приезжаем на это же место одна-две штучка все вообще рыбы нет вот так бывает так что это нужно просто по месту по времени подходить именно в данный момент что ловится смотреть и все какие снасти на что ловят примерно и все посидеть отдохнуть просто поймать что там можно обязательно поймаете чуларка мелкая кефали идет так что рыба есть летом тоже можно половить такая река можно в речке половить вот удочку взять вон там посидеть но ничего сейчас немножко приболел эти две недели не буду подробности рассказывать но плохо было очень но немножко отойду что здесь я был погнаватель и Валера хорошо так ну смотри как это грязное как мы сейчас поедем как мы поедем мой аккуратненько давай куда ты что ну молодец это что такое а вот бесстрашная слушай идет идет сейчас бы по поезду или там с головой ушла бы давай мне понравилось да понравилось вот туда вытрили это вот песок ты сзади грязный он в песке молодец здорово получилось мне понравилось пошли пойдем в море обмоешь пошли давай я пошел подожди сходим саранчика сидит вот река вот река Мзинта идем домой уже здесь молодые художники молодежь рисует пейзажи красивые виды красивые виды ну горы в дымке или не сегодня овечка упала уровень воды еще мутноватая ну настроение конечно уже все летние все вот как вот сейчас по пляжу прошлись подошли к морю запах моря этот вот морской летний это такое ощущение прямо шнурной тянет не взял с собой ничего не так бы сейчас нырнули по ребенку тоже хочется хотелось не планировали но уже прям все лето ну лето уже началось лето уже сегодня какое четвертое пятое какое сегодня число то пятое вроде вот ступеньки прям идут к речке выходят вот так вот спускаешься по ступенькам к речке холодно прохладно да там печенье такое быстрое быстрое вот такая речка вот такая речка она не руку не носит а? она не руку не носит пошли глазу я не носит с другой шалиф мне носит ну ты и